Музей храма новомучеников и исповедников российских пополнился новыми экспонатами. Теперь здесь можно потрогать старинный Чебоксарский Кремль и город Свияжск. Особое внимание здесь уделяют незрячим гостям. Впрочем, и остальные посетители могут увидеть экспонат руками. Чтобы почувствовать пульс жизни старого города, достаточно просто завязать глаза. Попробовать может каждый, неважно видящий или незрячий. Мы знаем, что храмы имеют разные формы. Вот есть храм шатровый. Вот попробуй, пожалуйста, ощутить покоон формы. Вот. Он такой, как конус. Чувствуешь? Да. Так. Вот. А теперь другой молодой человек. А есть храмы крестово-купольные. На них у нас купола. Нам нужно понять, что чувствует незрячий человек и как нужно к нему относиться. То есть нужно сострадать, понимать, чувствовать это все. В каком мире он живет. Когда мы закрываем глаза и рассматриваем этот макет руками, мы же чувствуем. Ученики школы-интерната для слабовидящих и незрячих детей в музее храма бывают часто. У них есть даже любимый экспонат – древний Херсонес. Очень понятно, вот это развалины. Чувствуются они такие неровные, какие-то неправильные. Очень хорошо изображены. Похоже как-то. Я себе так и представляла. Размариваю. Эти барельефы создает Андрей Максимов. С утра он дизайнер, а после основной работы уже скульптор. А еще и педагог. Проводит для ребят мастер-классы. Когда мы создаем объекты для незрячих, желательно избегать перспективы, потому что перспектива мешает восприятию объекта. Потому что, например, прямоугольник имеет прямоугольную форму. И мы хотим рассказать ему, что прямоугольник – это прямоугольник, как мы с вами представляем. Но если мы его изобразим в перспективе, он, получается, у нас искажается, получается, как бы, при любви. И уже мы немного путаем. Важен и материал. Он должен быть прочным. Ведь ощупывать стены и крыши будут сотни рук. Эти макеты сделаны из гипса, пластика и керамопласта. Все храмы и здания реальные. Они повторяют известную гравюру путешественника 17 века Николаса Витсона. Моя задача была просто показать, как можно большому числу простых людей, простых детей, которые приходят в этот храм, что у нас наш город, он выглядел совершенно иначе. Поэтому надо знать нам всем нашу историю. Ощупать историю может любой желающий совершенно бесплатно. Этот проект поддержан международным грантовым конкурсом «Православная инициатива» и экспонируется в музее храма новомучеников и исповедников российских в Новоюжном районе Чебоксар. Мария Шоклева, Борис Андреев, Республика.